Hot Login. Это плагин для Joomla, который позволяет сделать удобную форму авторизации на вашем сайте. Ну и эта форма авторизации будет располагаться в верхней части вашего сайта. В конце урока мы с вами получим вот такую замечательную кнопочку авторизации. Она компактная и удобная. Авторизуемся. Нажимаем войти. И так же удобно мы можем выйти. Расширение называется Hot Login. Качаем его с официального сайта расширений. Нажимаем скачать. У меня версия Joomla 3. И я качаю вот эти файлы. Вот кнопочка скачать. Я нажимаю правой кнопкой мыши. Копировать ссылку. Перехожу в админ панель. Расширение. Менеджер расширений. Установить из URL. Сюда ввожу этот адрес. Нажимаю установить. Все. Плагин установлен. Теперь мы должны его включить. Переходим в расширение. Менеджер плагинов. Если у вас здесь его нет. Сортируйте по ID. И он у вас окажется в самом верху. Состояние включено. А сейчас будем разбираться с параметрами. Но прежде давайте посмотрим, как работает эта кнопочка. Поскольку плагин мы включили, она уже будет отображаться на сайте. Обновляемся. Как мы видим, стандартная форма входа, которая была здесь. Она пропала и заменилась вот этой кнопочкой. Вот она разворачивается и сворачивается. Теперь возвращаемся в админскую зону. Первый параметр это ширина сайта. В зависимости от этой ширины у нас будет меняться расположение кнопочки. Но меня все пока что устраивает. Я ставлю также 900. Вы можете здесь изменить и увидите, где окажется кнопочка. Следующее это горизонтальные отступы. А за ним идут вертикальные отступы. Но думаю, с этим все понятно. Давайте я введу вертикальный отступ, например, 30 пикселей. И покажу, что это ни к чему хорошему особо и не приведет. Обновляюсь. И вот здесь появилась такая, на мой взгляд, не очень красивая область. И я верну все в обычное состояние. Поставлю сюда нолик. Следующее это фиксация позиции сверху. Давайте нажмем да. Нажимаем сохранить. Обновляемся. Теперь листаем вниз. И эта кнопочка также листается с нами. Давайте я уберу эту опцию. На мой взгляд она не очень хорошая. Следующий параметр это прозрачность. Она регулируется от 0 до 10. И чем ниже значение, тем более прозрачное окно. Для примера поставлю троечку. Нажимаю сохранить. Возвращаюсь. Смотрим. Как видите, у нас она стала более прозрачной. Возвращаюсь обратно. Тыкаю также девятку, как и было. Следующее это текст на кнопочке. Давайте все сделаем по русски. Здесь у нас будет вход. А здесь выход. Далее мы можем указать в кнопочке определенные стили. Давайте сделаем размер шифта 14. И ее цвет сейчас красненький. Он не очень подходит под шаблон. Давайте изменим его. Выбираю пипеточку. И например вот такой вот. Возвращаюсь в admin панель. Вставляю его сюда. Мы изменили три опции. Сохранимся. И посмотрим к чему это привело. Обновляюсь. Как мы видим, теперь у нас все по русски. И цвет кнопочки изменился. Все так выдвигается. Сейчас я введу имя пользователя. И пароль. Нажимаю войти. И у нас так же по русски написано выход. Нажимаю сюда. И у нас опять же выдвигается эта панелька. Как мне кажется в данной ситуации это всего лишь лишние клики. То есть нужно нажать два раза, чтобы выйти. Есть опция, которая исправит это. Возвращаемся в admin панель. И теперь тут есть такая опция, как быстрый выход. Нажимаем да. Ну заодно рассмотрим вот эту опцию. Это автоматическое открытие этой панельки, если вы являетесь гостем. Нажимаем да. Сохраняемся. Возвращаемся обратно на сайт. Обновляемся. И сейчас, если я нажимаю на кнопку выход, эта менюшка не раскроется, а меня сразу выкинет отсюда. Нажимаю выход. Все. Лишних действий делать не надо. Теперь, как вы видите, я пока что на сайте гость. То есть не зарегистрирован. И мы смотрим то, что вот эта вот менюшка у нас постоянно сама по себе открыта. И мешается здесь. Если мы этого не хотим, то ставим здесь, как было нет. И она будет в свернутом состоянии. Обновляемся. Теперь все опять удобно. Рассмотрим следующую настройку. Это у нас очень важная настройка. Но если мы хотим реализовать такую выдвигающуюся панель, например, на регистрации в Community Builder или в каком-нибудь другом стороннем расширении для регистрации, то мы будем пользоваться этой опцией. Давайте, чтобы не запутаться, я выключу стандартную регистрацию на сайте, а точнее ее модуль. Захожу в менеджер модулей и выключаю ее. Теперь перехожу на сайт, пролистываю вниз. И здесь, внизу я поставил регистрацию от Community Builder. И когда мы активируем плагин, как мы помним, регистрация у нас здесь пропадала. Имеется ввиду формочка. И если все будет правильно, то эта регистрация здесь снизу пропадет и заменится на кнопочку, которая будет здесь сверху. Возвращаюсь в админ панель. Теперь перехожу в расширение, в менеджер плагинов. Опять захожу у него. Основные параметры. И здесь указываю, использовать сторонний мод для регистрации. И выбираю мод Community Builder Login. Нажимаю сохранить. Перехожу на сайт. Обновляюсь. Прокручиваю вниз. Эта формочка у нас заменилась на кнопку, которая теперь сверху. Нажимаю сюда. И теперь у нас здесь регистрация от Community Builder. В компактном виде. Имя пользователя админ. Пароль у меня следующий. Заходим. И как мы видим, все работает. На этом видео урок окончен. Настраивайте данный плагин под себя и под свои нужды. Подписывайтесь на новые видео и расширяйте свои знания по КМС-движку Joomla.